Полоска максимум две. Выбрить на голове что-то другое не решался, рассказывает Владимир Баскаль. Но сегодня рискнул, согласился стать моделью на мастер-классе по хейр-тату художественной стрижке. Полоска максимум две. Выбрить на голове что-то другое не решался, рассказывает Владимир Баскаль. Но сегодня рискнул, согласился стать моделью на мастер-классе по хейр-тату художественной стрижке. Моду на этот тренд задали, конечно, футболисты на чемпионате мира на прошедшем, футболисты сборной Португалии, как мы все имели возможность наблюдать. Это красивые, хорошо постриженные волосы, качественно выполненные рисунки, хорошо выполненный стайлинг, и вообще это очень модно и стильно. В России это направление только набирает популярность. Мастер-класс, в котором, кроме новосибирцев, участвуют гости из Омска и Томска, проводит специалист по хейр-тату, челябинец Станислав Ческизов. Участник международных семинаров, тренингов, а также чемпионатов мира по парикмахерскому искусству. Я стараюсь как-то не рисовать никаких конкретных тематических рисунков. Это очень большая редкость. Все-таки абстракция, и каждый раз она получается разная. Та техника, в которой мы работаем, она предполагает каждый раз новый рисунок. Мы никогда не повторяем одно и то же. Это очень эксклюзивно. То есть клиент, каждый раз приходя к нам подстричь себе тату, он каждый раз получает новый рисунок. Такая стрижка длится около часа. Парикмахер работает очень аккуратно, использует специальную машинку с острым ножевым блоком. Чем короче волосы, тем лучше видно рисунок. Так в целом мне очень понравилось. Я под впечатлением, конечно. Думаю, буду в дальнейшем делать опыты такие, ставить на себя. Впрочем, в нашей стране, говорит Станислав Ческизов, многие против такой моды. У нас народ все-таки в силу того, что еще осталось вот это веяние Советского Союза, когда все должны быть одинаковыми, все должны подстрижены быть одинаковыми. Вот у нас еще некоторые ребята могут тебя жизни научить за то, что ты так делаешь. Кстати, в последнее время хейр-тату заинтересовала и женщин, в том числе бизнес-леди. Они прячут модные стрижки под длинными волосами. Это называется андеркат. Мастер создает красивый узор. Днем его не видно. Волосы распущены. Но вечером, например, во время похода в ресторан или ночной клуб, женщина может собрать локоны в пучок и удивить всех необычным рисунком. Анатолий Харитонов, Олег Сурков. Новости ОТС.